Чтобы представлять Орловский глав КМЧС среди лучших команд Центрального федерального округа, бойцам СПСЧ пришлось стать финалистами областных состязаний. Для непосвященных отметим, не каждый огнеборец – газодымозащитник. Это особая специализация в пожарном деле. Газодымозащитником является сотрудник пожарной охраны, установленным порядком, допущенный к работе, непригодной для дыхания среде. То есть он имеет определенные знания и навыки работы с дыхательными аппаратами, со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, умеет правильно оказывать помощь непосредственно пострадавшим в задымленной зоне и в случае наступления нештатных ситуаций своим коллегам, которые с ним находятся в звене. Чтобы увидеть, что происходит в теплодымокамере, нужна видеоаппаратура с ночным режимом съемки. В искусственно загроможденном пространстве звено ГДЗС работает в полной темноте, нарушаемой лишь вспышками стробоскопа. Температура в 60 градусов и разнообразные шумы довершают обстановку условного пожара. Теплодымокамера в Тульской области представляла собой сложное помещение, схожее с нашими подвальными. Плотное задымление, где надо было сделать верное решение по спасению пострадавшего выноса газового баллона. Теплодымокамера был самый сложный этап. В Тульской области Орловчанам противостояли 16 лучших команд ЦФО. Краеугольным камнем в работе газодымозащитника является чувство локтя. Разрыв звена даже в соревнованиях учитывалось как ошибка. Если буквально на метр мы отставали друг от друга, судьи это принимали как ошибки. Но мы держались вместе, поэтому все прошли грамотно и быстро, без ошибок. Теоретический зачет, огневая полоса, подъем в окно третьего этажа и спасение условного пострадавшего. С ним же пожарным надлежит проделать путь по теплодымокамере. Вес манекена 70 кило. Соперничество выдалось упорным и азартным. Молодец, молодец, молодец! Работать участникам состязаний приходилось так интенсивно, что в конце этапа воздух в дыхательных аппаратах подчас оказывался на исходе. Об этом сигнализировал характерный звист. А я засвистел. А я засвистел. Ну что, срочно-то надо. Да, выпить, выпить. На этот раз первые две ступени пьедестала заняли пожарные Новомосковская и Воронежа. Орловчанам досталась почетная бронза. Как говорят орловские пожарные, соперничество в этом виде служебного многоборья ежегодно возрастает. Повышается планка результатов, усложняются правила. Однако в будущем бойцы СПСЧ рассчитывают побороться за более высокие награды. Иван Суверин, представитель пресс-центра МЧС, телеканал Первый областной.